Как мы и договаривались при назначении вас на должность, главная задача губернатора Могилёвщины – вывести область на определенный уровень. Но, как я тогда сказал, в хвосте вестись Могилёвская область не должна. Не скажу, что мы слишком уж рванули там, на Могилёвщине, хоть и приводит везде, и вы тоже, факт того, что прибавили за прошлый год. Вы по своему ВРП, региональному продукту, 101% примерно сработали. Неплохой показатель, в этом отношении надо отдать должное. Но все остальные показатели у нас желают быть лучшими. Поэтому видеть только положительно и не обращать внимания на то, где надо напрячься, это будет неправильно. Значит, мы просто остановимся в развитии. Будем считать, что прошлый год, это предназначено во всем мире, не является критерием, не является эталоном для того, чтобы делать какие-то выводы. Будем смотреть в будущее. Но то, что вам удалось, могилевчан, расшевелить, это неоспоримый факт. По многим направлениям были приняты на республиканском уровне решения, касаемые Могилёвщины. Ну, к примеру, Юго-Восток Могилёвщины, соответствующие преференции, поддержка и так далее. И другие проекты по предприятиям, поддержка в социальной сфере. То есть, вроде бы, как говорят, наверху решения приняты. Но надо сконцентрироваться на их реализации. Я хотел бы услышать от вас вот ваше впечатление за истекший период вашей работы. Что надо сделать для того, чтобы еще добавить в Могилёвскую область. При этом, прошу иметь в виду, Леонид Константинович, что год особенный, 21-й. Особенный тем, что он абсолютно неопределенный. Определенностей никаких нет. Мы не знаем, как будет развиваться мировая экономика. Очень большое падение. Мы не знаем, как будет развиваться пандемия, которая влияет не только на умы людей, но, как видим, и на экономику. Мы не знаем, как глобальные процессы в миры пойдут. Вы видите, какая турбулентность даже во плоти демократии. Поэтому много неопределенностей. Это надо учитывать. И ограниченный средств, и определенное давление со всех сторон, изнутри, извне. Мы, конечно, на колени не встанем, не рухнем. Это однозначно. Но в развитии это должны учитывать. Надо мобилизовать все то, что есть. А потом браться за что-то новое. Вот будем исходить из этого. Редактор субтитров А.Семкин